Сосредоточенность, анализ и одновременно азарт. Это не сразу заметно обывателям, но очевидно для профессиональных геймеров. На состязаниях первой школьной киберспортивной лиги края баталии огонь. И еще бы, конкуренция серьезная. За звание лучших киберспортсменов борются 55 команд или почти три сотни подростков. За их стратегии в Доте и Контерстрайке с первых игр наблюдало столько зрителей, что не выдерживало даже специальное московское оборудование. В последний момент мне позвонил администратор и сказал, что у них сервера не удерживались, не получается по мощностям еще и даже зрителей оставить. Потому что их было много, зрителей, по-моему, на первых трансляциях собиралось около 300-400 человек. Ну и в дальнейшем они были вынуждены выключить через режим наблюдателя. Киберспорт, говорят организаторы турнира, отнюдь не была в свой пустая трата времени. Он развивает аналитические способности, реакцию, коммуникативные навыки. И это признано в России. Семь лет назад киберсостязания официально стали спортом. Развитию этого направления, в том числе и в нашем регионе, особое внимание уделяет депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он поддерживает развитие киберспорта и поддержал инициативу руководства Кванториума провести первые региональные соревнования школьной киберспортивной лиги. И отметил, что это отличный шанс молодым людям проверить свои силы и хорошо подготовиться к официальной всероссийской школьной лиге, которая каждый год стартует осенью. Секрет победы? Ну, мы все друзья и хорошо друг друга знаем. То есть сплоченность команды, действия скоординированы максимально точно друг с другом. То есть некоторые команды страдали из-за того, что мало скоординированы, действовали не общим планом. Но у нас все было продумано заранее. Команда Антона уже второй раз побеждает в дисциплине ДОТа. И тогда, и сейчас ребят ждал приятный бонус. Команда победитель получает 50 тысяч рублей, команда, занявшая второе место 30 тысяч рублей, третье место 20 тысяч рублей. Поэтому это очень достойное финансовое вспоможение, которое позволяет понять то, что подростки, школьники занимаются интересным бизнес-делом. Призовой фонд, предоставленный депутатом Прокопьевым, призеры решили использовать для своего развития. На выигранные деньги купят различные девайсы, то есть комплектующие, которые позволят усовершенствовать компьютеры и в конечном итоге улучшить киберспортивные навыки. После 9 мая на ваши счета, которые вы предоставите, перечислены определенную сумму рублей, которые заявлены на вас. Поздравляю. Планы на развитие есть и у организаторов кибертурниров. Одно из направлений, которые хотят включить в список дисциплин на играх – спортивное программирование. Идет работа по тому, чтобы выбрать площадку для совмещения КСГО и Лазертага. То есть мы сейчас прорабатываем площадку, которая позволит совместить данные направления, плюс, соответственно, по ДОТе это совмещение через ГТО. Иными словами, на состязаниях будут чередоваться игры за компьютером и реальные физические упражнения. Спорт виртуальный и реальный. Именно за такими фиджитал направлениями будущее, уверены эксперты. Возможно, победители сегодняшних соревнований попадут в число участников общероссийского фиджитал-турнира, который пройдет в Казани в начале следующего года. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком!